Эфир телеканала «Россия-24» продолжает вести Ульяновского региона. В студии Ирина Шмыгова. Добрый вечер и коротко о главных темах уходящего дня. Поддержка мобилизованных и их семей. Кто сегодня помогает военнослужащим и какие выплаты положены тем, кто ждет российских солдат дома. Ковид отступает, но сезон гриппа в разгаре. Что рекомендуют специалисты? И узнать об истории самодельного автомобиля «Капля» можно уже завтра. Ульяновцев приглашают на ночь искусств. Итак, гололедицу устраняют на улицах Ульяновска. С начала снегопада работники Дориемстроя уже использовали 120 тонн смеси из соли и песка и 5 тонн твердого реагента. Ими обрабатывают спуски, подъемы, мосты, путепроводы, перекрестки, а также тротуары во всех районах города. В Ленинском районе, например, по утвержденному маршруту из 56 улиц, курсировала колонна из четырех комбинированных дорожных машин, которые сгребали снег на обочины и подметали проезжую часть. Прошедшей ночью улицы Ульяновска очищали 42 единицы спецтехники. Частичная мобилизация в Ульяновской области завершена. А сейчас основная задача властей – поддержка семей военнослужащих. Об этом заявил губернатор Алексей Русских. В каждом районе созданы специальные штабы по организации системы социальной защиты мобилизованных, их родных и близких. Продукты, питание, теплые вещи, весь ценный груз собран неравнодушными людьми. А эти шерстяные носки и варежки рукодельницы теренги легкой рукой вяжут нашим бойцам в зону специальной военной операции. Мало того, они еще их и постирают, и просушат, чтобы тепло сохранились, чтобы они мягкими были. Все у них материнский вклад, вот именно с душой все делают. С первых дней СВО подключились и местные волонтеры. Они не только помогают сортировать гуманитарную помощь, но и дополняют посылки душевным теплом. Мы с ребятами пишем письма поддержки нашим солдатам, поддерживаем рисунки. Муж Елены Юркиной сегодня в составе батальона «Свияга». Он ушел добровольцем вслед за сыном. Ну, ждут они нашей помощи, понимаете? Сегодня помощь оказывается и семьям мобилизованных. Софьиной смогли получить единовременную выплату, а для дочери оформили бесплатное питание в школе. Мы должны постоянно с семьей держать связь. Постоянно, как все, какие будут сложности возникать, трудности. Значит, мы должны тут же приходить на помощь максимально быстро. Теперь в регионе в каждом муниципалитете по поручению губернатора должен быть четкий реестр семей мобилизованных. За каждой закрепят специалиста социальной защиты. Гуманитарную помощь нашим бойцам собрали и ветераны боевых действий ВДВ и МВД, а помогали им студенты электромеханического колледжа, бизнесмены, неравнодушные жители Ульяновской области и Чуваши. Это не первый отправленный груз. Все началось с телефонного звонка с передовой бывшему десантнику и разведчику Марсу Саяпову. Мои солдаты, которые когда-то у меня служили, солдатами арендовыми, сейчас они уже полковники, подполковники. Там с фронта позвонили, Марс говорит, надо то, все другое, третье там. Ну, в основном, рации, медикаменты в начальный период. Ну, к кому обычно обращаешься? Своим друзьям. Отвезли, довольны остались. То, что мы привезли, средства связи, очень пригодились. Ну и лекарства. Пока оттуда мы приехали, уже начали собирать второй рейс. По заказу бойцов вторым траншем отправили белье и носки. В этот раз доставят бойцам обувь, маскировочные халаты, средства гигиены, оптические прицелы, рации продукта питания, в том числе мед. Но солдаты сказали, что передадут его в детский дом в Донбассе. Весь груз ветераны боевого братства отвозят лично и там же на передовой составляют списки необходимого. Марс Саяпов также утверждает, что первыми письма от школьников привезли бойцам именно они, а уже потом это подхватила вся страна. Теперь они не только привозят письма солдатам, но и доставляют ответные в Ульяновск. Спасли детей, попавших в ДТП, возвращаясь из командировки. Ульяновские полицейские награждены медалями МВД России. Все случилось в апреле прошлого года на трассе около села Садово в Республике Калмыкия. В автобус с детской спортивной командой из Волгограда врезался грузовик, перевозивший железобетонные плиты. Одна из них едва не придавила пассажиров. К счастью, рядом оказались ульяновские полицейские, которые, не раздумывая, бросились на помощь. Забежали в автобус, увидели деток там. Начали оказывать помощь и спрашивать, кто какие травмы, может что-то какие-то повреждения спрашивать. Кто-то травмы какие-то получил. Полицейские эвакуировали 16 детей и все они, благодаря слаженной работе ульяновских силовиков, вернулись домой. Спасибо большое за эту помощь, что не бросили детей на трассе. И потом родители тоже помогли ему доехать домой. На вопрос, считаете ли вы поступок героическим, полковник Юнусов твердо отвечает нет. Для него помощь людям долг. Но в спортивной школе посчитали не лишним написать благодарственное письмо на имя начальника УМВД. Поступок оценили и в Москве. Ульяновские полицейские награждены медалями Министерства внутренних дел России за смелость во имя спасения. Полковник полиции Юнусов Абдулхарик Абдулхамитович. Командир отряда специального назначения ГРО Управления МВД России по ульяновской области. Старший лейтенант полиции Крикунов Кирилл Павлович. Поздравляю с высокими наградами. За каждую из них история со счастливым финалом. Ваши поступки являются яркими примерами ответственного неравнодушного отношения к делу. Мужество и самоотверженности. И конечно несут в себе большую нравственную ценность. Коронавирус стремительно идет на спад. За последние сутки лишь 24 новых случаев заражения. Но расслабляться пока рано. Сейчас грозит новая опасность. Сезонный грипп. Почему нужно сделать прививку, расскажет Екатерина Лазарева. Уже на протяжении недели количество заболевших ковидом в регионе не превышает 30 человек в сутки. А госпитализированных и вовсе единицы. Кажется, что благоприятная статистика постепенно возвращает нас к допандемийному периоду. Количество коек сокращается. Инфекционные отделения возвращаются к обычному режиму. А помогли в этом вакцины, уверены врачи. К счастью, могу сказать, что среди госпитализированных больных совершенно нет пациентов, которые ранее проходили вакцинацию. Либо от момента, как они проходили вакцинацию, прошло более 280 дней. То есть более 7 месяцев. Таким образом, получается, что если человек своевременно вакцинируется и регулярно ревакцинируется каждые 6 месяцев, то риски заболеть у него коронавирусной инфекцией приближаются к нулю. Поэтому сейчас хоть и нужно держать руку на пульсе, но о ковиде переживать не стоит. Зато пора подумать, как защитить себя от гриппа. Эффективность вакцин больше 80%. В большинстве случаев прививка переносится без осложнений. Максимум – небольшое повышение температуры и дискомфорт в области введения препарата. Жители геронтологического центра вакцинацию проходят раз в полгода. Как итог – ни одной вспышки заболеваемости. Всегда эту процедуру, как я ее называю, мы принимаем, потому что это очень важно, очень нужно. Вы знаете, я-то вот даже уже ее не чувствую. Ну, мне так кажется. Ну, поболит немножко место, где там уколчик был. Но вот в прошлом году я вообще забыла даже, что была прививка. Вакцинация перенос прекрасная. Никаких побочных эффектов не было. Сейчас самая популярная вакцина от коронавируса по-прежнему спутник ВИИ. И одним из ее преимуществ является хорошая совместимость с прививками от гриппа. Их можно вводить одновременно. Часто вакцины ставят, например, в правое и левое плечо. Тяжелых случаев заболевания после вакцинации у нас не наблюдалось. Не наблюдалось аллергических реакций, либо каких-либо других – нет. Проходится осмотр врачом-терапевтом для допуска, для вакцинации. И после вакцинации на следующий день также проходит осмотр врача-терапевта Центральной городской клинической больницы. После вакцинации формируется стойкий иммунитет, которого точно должно хватить на несколько месяцев. Но даже если человек заболеет в этот период, в 98% случаев вирус он перенесет в более легкой форме. В выставочном павильоне ретро-мототехники появился новый экспонат «Капля». Эта самодельная машина принадлежала советскому артисту Николаю Мундингеру. Кроме циркового искусства он увлекался и техникой. В Ульяновский музей «Капля» попала благодаря сыну артиста, фотографу Леониду Лазареву. Чудо техники много лет хранилось у него на даче, а затем мужчина решил передать ее в музей в память об отце. Он ее построил в 1973 году, поставил на учет, то есть прошел все необходимые для этого процедуры, прошел техосмотр в 70-е годы. Довольно часто можно было встретить самодельные машинки. Устраивали автопробеги именно самодельных автомобилей, индивидуальных конструкторов. И вот Николай Федорович Мундингер с этой машинкой, он в том числе участвовал в таких автопробегах. У «Капля» всего три колеса, корпус сделан из алюминия, а мотор итальянский, 1936 года выпуска. Об этих и других особенностях уникального автомобиля впервые расскажут 4 ноября в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». Ульяновская область – пятый регион в России по количеству проживающих в нем татар. Накануне Дня народного единства гостем программы «Тема дня» стал председатель Ульяновской областной татарской национально-культурной автономии «Рами Сафин». Смотрите актуальное интервью сразу после прогноза погоды. А у меня на этом все. Я благодарю вас за внимание и желаю вам приятного вечера. Берегите себя. В ближайшие сутки атмосферное давление будет расти. Ожидается облачная погода. Небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью по области от минус 2 до 1 градуса тепла. В Ульяновске около нуля. Завтра днем по области от минус 1 до 2 градусов тепла. В Ульяновске от нуля до плюс 2. Ночью и утром на дорогах гололедица. Редактор субтитров А.Семкин